Потому что определение фармакопрофилактики – это целенаправленный, долговременный прием продукта или средства с целью защиты от постоянно действующего какого-то патологического влияния физической, химической, биологической или же социальной природы. Почему нужна профилактика, особенно сейчас? У нас переходный период от зимы к весне, потому что нужно заботиться о нашем иммунитете. Почему известно, что в состоянии здоровья человека влияют такие факторы? Первое – образ жизни, 50% влияет на образ жизни, генетика, генетические факторы – 20-22%, состояние окружающей среды – 18-20%. Но в условиях промышленных регионов у нас многие люди живут в таких регионах, и поэтому окружающая среда идет здесь на первое место, то есть она повышается процент влияния на здоровье человека. И ухудшение именно окружающей среды приводит к росту распространенности нервно-психических и других соматических заболеваний. То есть это очень актуально. Затем, в сезонные периоды очень важно знать, что такое иммунитет и как поддерживать нашу иммунную систему в нормальном состоянии. Если раньше говорили, что все болезни от нервов, то сейчас многие склонны во всех патологиях винить слабую иммунную систему. И сегодня, когда прилавки аптек забиты различными иммуномодулирующими и стимулирующими препаратами, об иммунитете знают практически все – и дети, и взрослые, и старики. И поэтому нужно знать, что такое иммунитет и как нужно его повышать и нужно ли вообще это делать. Значит, иммунитет – это способность защитной иммунной системы сохранять целостность и постоянство внутренней среды организма, освобождая его от всего чужого – от вирусов, от паразитов, от микробов, и отличает их от молекул собственных клеток. И конечной целью иммунной системы является уничтожение чужеродных агентов, которым может оказаться микроорганизм бальзинфорный, даже народное тело, ядовитое вещество или же переродившаяся клетка самого организма. Защищает иммунная система организм и от собственных клеток, которые утратили свои нормальные характеристики или же функции. Она, например, находит и уничтожает клетки, которые являются потенциальными источниками рака. Видите, как это важно. К органам иммунной системы относятся костный мозг, тимус, телезенка и лимфатические узлы. И иммунная система отвечает за два важнейших процесса – замена измененных или поврежденных клеток различных органов и систем и защита от поникновения разного рода чужеродных агентов. Таким образом обеспечивается и противоинфекционная защита, и противоопухолевая защита, а также, что важно, генетическая стабильность нашего организма. По каким же причинам изменяется наш иммунитет, то есть наш иммунный статус? Это распространение ВИЧ-инфекций, потом распространение вирусных инфекций, особенно видоизмененных вирусных инфекций, затем аутоиммунных заболеваний, когда иммунная система восстает против клеток хозяина, затем глобальное изменение условий жизни, загрязнение окружающей среды. Вот это все отразилось на общем иммунном статусе человека. Вместе с тем, многие факторы, негативно влияющие на состояние иммунной системы, связаны с образом жизни человека и относительно легко поддаются коррекции. Почему на картиночке на вашей написано, что профилактика – это решение, и возьмите жизнь в свои руки. И вот как раз каждый человек должен знать о значении подобных воздействий и обеспечивать условия для нормальной сопротивляемости собственного организма. Весной проблемы, связанные с ослаблением иммунной системы, особенно выражены остро. Как правило, человек задумывается о роли своего иммунного статуса, то есть об иммунитете, то есть об его укреплении, во время тяжелого простудного заболевания. Однако само по себе заболевание, то есть простуда, уже является следствием иммунной недостаточности. И специфика профилактики в данном случае состоит в том, что предупреждая или своевременно корректируя нарушение иммунной системы, мы предотвращаем возникновение заболеваний многих органов и систем. Причины снижения иммунитета могут быть разные. Это и плохая экология, и неполноценное питание, и прием антибиотиков. Сейчас у нас многие люди лечатся антибиотиками самостоятельно. Это постоянные стрессы. Я, помните, вам говорила всегда, что стрессы… Сейчас все люди подвергаются стрессами. Стрессы острые – это хорошо, это выброс адреналина, это решение какой-то проблемы. Но сейчас мы все находимся в постоянном стрессе. И стресс, как бы, один из пусковых механизмов заболеваний является именно хронический стресс. А нас стрессы окружают на улицах, в учреждениях, в магазинах, на работе, то есть везде. И людей, которые не подвергаются стрессовым воздействиям, практически просто нет. И почему стресс стал опасным? Потому что изменилась сама структура стресс-факторов. На смену сильным стрессорам пришло обилие психических и эмоциональных стрессоров низкой и средней интенсивности. И действующие практически на нас непрерывно. И они вот как раз потенцируют друг друга действия. И на сегодня насчитывается около 100 стресс-индуцированных заболеваний. Это так потому, что человек, как биологический вид, эволюционирует намного медленнее, чем создаваемые им же внешние условия. Вот и поэтому то же самое, как я вам уже говорила, что неполноценное питание, нерациональные диеты, когда они могут, гиподинамия, недостаток сна, прием медикаментов, урбанизации, то есть жизнь в больших мегаполисах, лавинообразное развитие информационных технологий, загрязнение среды, все это приводит к тому, что человек не умеет управлять стрессом. И в организме человека развиваются патологические реакции. Дальше. Гиподинамия. Мы тоже об этом говорили, что у нас сейчас есть все для этого, машины, самолеты, лифты, пульты дистанционного управления и так далее. Человек, в общем-то, очень мало двигается. Потом, что мы еще говорили? О вредных привычках. Вредные привычки есть, они были, они будут. Затем переедание, неполноценная еда. Даже люди, которые стараются вести здоровый образ жизни, они не могут гарантировать того, что на их стол попадают именно качественные продукты. Почему? Потому что содержание в продуктах нитратов, нитритов и пестицидов никому не известно. Да, они нам не нужны совершенно, но они увеличивают урожай, и поэтому фермеры всегда ними пользовались. Затем консерванты повышают доходы пищевой промышленности, и поэтому производитель продуктов питания всегда ними пользовался и будет пользоваться. Что получается? Из-за скуднения почв в продуктах питания нет необходимых многих важных питательных веществ. И если их нет там, то их нет и в нашем организме. Это тоже важная проблема снижения иммунной системы. Поэтому это первая группа причин, которые снижают иммунную систему. Вторая группа проблем связана с тем, что есть именно патологии иммунной системы. Это врожденные и приобретенные иммунодефициты, затем аутоиммунные и иммунопролифицированные заболевания. И в настоящее время около 200 есть таких вот врожденных иммунодефицитов. То есть об этом нужно тоже знать, об этом нужно помнить. Поэтому нам нужна, конечно, коррекция иммунитета. Но каким образом? Вот я дальше об этом скажу, потому что мы будем говорить о нашем продукте. Когда я говорю о внешних неблагоприятных признаках, влияющих на наше здоровье, то сейчас вы уже все слышите и по телевидению, и от докторов, и средствам массовой информации. Сейчас главная тема – это свободные радикалы. Что такое свободные радикалы? Значит, наша способность функционировать целиком зависит от кислорода. Этот единственный элемент в организме, принимающий участие в тысячах химических реакций на клеточном уровне. Он совершенно необходим для выработки энергии. Из примерно 60 миллиардов клеток, из которых состоит наше тело. Но за его использование, за использование кислорода мы платим определенную плату. Потому что используя кислород из внешней среды, клетки создают молекулы трансформированного кислорода, обычно называемые свободными радикалами. Это естественный побочный продукт при жизнедеятельности клетки. Но эти крошечные молекулы, они могут как бы разрушать клетки влажно-жизненных органов. Поэтому нужно знать, что такое свободные радикалы. И это является одним из центральных предметов исследования ученых, которые занимаются проблемами раннего старения и проблемами многих заболеваний. Потому что около 100 болезней от колита до рака – это следствие влияния свободных радикалов. И как же получаются свободные радикалы в нашем организме? Где же они берутся? Первое. Когда клетки используют кислород для выработки энергии, то молекулы свободных радикалов появляются как побочный продукт. Второе. Когда клетки извлекают кислород из внешних химических соединений, они также создают свободные радикалы. Третье. Когда наша иммунная система, о чем мы сейчас с вами говорили, мобилизируется на уничтожение или изоляцию чужеродных протеинов, вирусов, бактерий, паразитов, вырабатываются белые кровяные тельца, которые создают свободные радикалы для уничтожения или атаки этих чужеродных агентов. Но когда эта атака закончена, оказывается, что свободные радикалы, то есть их количество, вырабатывалось в избытке, и они остаются внутри системы. И также свободные радикалы попадают в наш организм извне, с ультрафилетовым облучением, с загрязнением воздуха, с риде, пестицидами, нитратами, затем при применении некоторых медицинских препаратов и некоторых медицинских диет. И свободные радикалы являются крайне активными молекулами, легко вступающие в химические соединения. И вот они известны под такими названиями, как различного рода перекиси. И что такое реактивность свободных радикалов? Почему мы говорим, что это нестабильное вещество, свободные радикалы, они легко вступают в соединение с другими молекулами? То есть о чем мы говорим, для чего это нужно знать? Для того, что даже единичный, один свободный радикал, который попал в наш организм, может привести и стать причиной огромного количества клеточных расстройств. Потому что они разрушают все вокруг себя, энзимы, другие протеины в этой клетке. И самое неприятное то, что они разрушают хрупкие липидные мембраны, которые окружают ядро клетки, где есть ядерная структура, генная информация, ДНК нашей клетки. И эти процессы называются липидное окисление. И иногда, оставаясь незамеченным, оно способно привести к мутациям, гибелям клеток. И мы можем передавать вот эти мутирующие изменения по наследству. И я повторяюсь еще раз, что сейчас теория свободных радикалов это как основная причина раннего старения организма и многих-многих заболеваний. Что я еще хотела в этом случае сказать? Значит, почему раньше наши деды, наши прадеды ничего не принимали, были совершенно здоровы, потому что, опять же, повторяю, что они все микро- и макроэлементы, все питательные вещества получали из среды, то есть из продуктов питания, из того, что выращивалось. Покажите, пожалуйста, еще раз у кого-то плохой звук. Как вы меня слышите? Так, спасибо. Что я говорила? То есть, когда мы говорим о наших предках, скажем так, то человек в сутки расходовал, допустим, калорий столько и сколько он съедал. То есть было все равноценно. Потребление продуктов и расход. Значит, сейчас, опять же, я говорю, что у нас гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни. И человек в сутки расходует около 1500 калорий. И чтобы контролировать свою массу тела, он вынужден и потреблять такое же количество калорий. Но с таким объемом пищи в организм уже не поступает необходимых биологически активных веществ. И есть расхожее мнение, чтобы сохранить здоровье, нужно употреблять в пищу много витаминов. Но люди, которые потребляют мультивитаминные комплексы, состоящие из витаминов, синтезированных химическим путем, не знают о том, что вот эти все витамины не усваиваются из нашего организма. Они просто окрашивают нашу мочу в оранжевый цвет и делают ее более дорогой. Затем люди, которые обращаются к медикаментам, их тоже очень много. Потому что зачастую, опять же, я повторяю, профилактикой мы никогда особенно не относились хорошо, поэтому к какому-то возрастному цензу мы имеем множество хронических заболеваний. И поэтому люди иногда принимают большое количество медицинских препаратов. Но опять же, это путь тупиковый. Почему? Потому что большинство таблеток не лечат и даже не могут исцелиться. И цель широко рекламируемых средств – это убрать симптомы. То есть медицина, как так называемая, симптоматическая. Вот эти рекламы по телевидению, средства масковой информации, что таблетку можно выпить, и головная боль пройдет. То есть человек выпивает, голова не болит, но проблема остается, проблема продолжает развиваться. Затем нет безопасных лекарств. Есть лекарственная аллергия. Есть даже термин лекарственная болезнь. То есть это же не скрытые факты, это медицинская статистика. И есть аллергические реакции, то есть больные, которые идут с осложнениями после лечения. Что же остается? Последний способ – это восполнить необходимый запас микро- и макроэлементов. Это есть много еды, но это экономически нецелесообразно и невозможно просто физически. Потому что, чтобы восполнить необходимыми микро- и макроэлементами, витаминами наш организм, нужно съесть 50 грамм еды в сутки. Представьте, да? Что же получается делать? Наш организм, в принципе, великая саморегулирующая система. Он сам способен себя исцелить и защитить. Но при одном условии ему нужно помочь. Да, поэтому нужно обратиться к природе. То есть нужно добавить к своему рациону какой-то природный компонент, продукт профилактического воздействия. И вот сейчас мы подошли к тому, что я сейчас буду говорить о нашем великолепном продукте, нашем соке ктенга. Что я имею в виду? Вот на вашей картиночке нарисован фрукт. Мангостин – королева фруктов. Мангостиновые рощи произрастают на плодородной почве гостровов Юго-Восточной Азии, которые орошаются теплыми тропическими дождями. Здесь богатая микроэлементами земля джунглей скармливает один из самых уникальных фруктов на планете. Горциния мангостана называется королевой фруктов. Фрукт ценился всегда здешними обитателями не только за свой великолепный вкус, но и как мощное традиционное лекарственное растение, дающее энергию, дающее жизнь. И он использовался на протяжении веков для лечения. Но западные ученые лишь недавно ощутили все лечебные свойства мангостина, а современные клинические испытания подтвердили, что мангостин является мощным источником антиоксидантов, помогающим организму защищаться от действия свободных радикалов и содержит прочие ингредиенты, которые поддерживают работу иммунной системы, сердечно-сосудистой системы и поставляющие нашему организму энергию. Для чего нам нужно это знать? Потому что для нейтрализации свободных радикалов нужны антиоксиданты. В нашем организме их всегда достаточное количество. Но когда мы имеем ослабленную иммунную систему, когда мы имеем какие-то заболевания, когда мы имеем вредные привычки, то своих антиоксидантов недостаточно. Их нужно где-то взять. Где? Вот как раз здесь и можно их взять, потому что мангостин – это самый большой резервуар ксантонов, микро- и микроэлементов на планете. Сейчас я вам немножко расскажу, где всегда традиционно применялся мангостин. В Таиланде особо почиталась кожура. Кожура – это то, что на вашей картиночке твердая, багровая синеватая, филетовая кожура. Твердая и невкусная. Из нее делалась сухая смесь, применялась наружно для лечения ран, для лечения проблем с пищеварительной системой. На Филиппинах это было универсальное средство, ним лечили любые заболевания. И запомните, что мангостин – это единственный фрукт, который можно употреблять в момент обострения любого заболевания. Но опять же, на Филиппинах особо почиталась кожура и не лечили особенно проблемные кожные заболевания и проблемы с пищеварительной системой. Также мангостин использовался буддийскими монахами в плане традиционного лечения. Но опять же, повторяю, особо почиталась кожура. И проблемные кожные заболевания, и инфекционные заболевания лечились именно ею. В сухом виде, в отварах, в чаях и так далее. Значит, компонентами нашего продукта… Чуть забежала вперед, наверное, да? Значит, мы сейчас говорим о продукте, о соке ксенка, да? Значит, что такое сок ксенка? Значит, компания ксенка гарантирует наивысшее качество сока ксенка, которое соответствует стандартам и требованиям стандартов ISO 9001, да? Для того, как попасть к потребителю, исходное сырье и продукт проходит более 220 проверок на соответствие стандартам качества и безопасности. То есть каждый потребитель в любой точке мира получает гарантированно продукт, который обдает такими характеристиками. В нем наличие всего спектра питательных веществ, как в свежем фрукте мангостине. То есть фактически сок ксенка – это единственный продукт, при производстве которого плод используется целиком, и мякоть, и окулоплодник, и кожура, перикарп. Это напиток высочайшего класса, функциональный сок класса премиум. Он имеет ни с чем не сравнимый вкус, раскрывающийся аромат. В нем использована непревзойденная ксила ксантона – мощных источников, то есть компонентов мангостина. И это натуральный продукт без каких-либо подсластителей, ароматизаторов. И самое главное, что это продукт десятилетия подотронного труда многих-многих ученых. Значит, из чего состоит… Сейчас я найду немножечко картиночку. В нашем продукте, в соке ксенка, кроме мангостина, есть фрукты, дополнительные фрукты. Сок яблока, сок груши, виноградный сок, мякоть груши, сок черники, сок малины, земляничный сок, сок клюквы, вишневый сок. Но это не только для улучшения вкусовых характеристик нашего сока ксенка, но еще эти дополнительные фрукты привносят дополнительно клетчатку, микро- и макроэлементы. Значит, я уже говорила, что перикарп мангостина – это толстая прочная кожура, да? И до 18% массы – это именно кожура содержит в перикарпе, да? И там очень много танина и применяется в медицине как вяжущее и дубильное средство, то есть максимальный противовоспалительный эффект. Значит, в соке есть фрукты нашего региона. Это очень важно для некоторых людей, потому что спрашивают, что такое мангостин, мы его не знаем, это не наш фрукт. Фрукт мангостин – это основа, это основа нашего сока, да? Но и там еще есть фрукты нашего региона. Особенно ценные составляющие – это черника. Люди знают, что черника всегда работает там, где проблемы со зрением, да? Но вот эта комбинация мангостин плюс черника работает не только на сосудистых проблемах со зрением, но и на проблемах на уровне хрусталика, потому что в хрусталике нет сосудов, и туда питательные вещества доставляют именно мангостин. И ежедневно потребление вот этого сока, зенка с такой комбинацией, черника плюс мангостин, улучшает функции центральной нервной системы, улучшает оперативную память, улучшает капиллярный кровоток, снижает уровень плохого холестерина. Затем малина, которая есть в нашем соке, да? Она добавляет в наш сок питательные вещества, плюс такие микроэлементы, как марганец, витамин С, магний, калий, витамины группы В, и биофлавоноиды, и антоцианиды, которые работают как антиоксиданты. То есть наш сок в такой комбинации работает как натуральный аспирин, но без побочных эффектов, без противопоказаний и без ограничения в использовании. Консервантом нашего сока является клюква, природный консервант. Сама клюква по себе – это природный антибиотик, да? И вот благодаря такой комбинации идет массивный противовоспалительный и антибактериальный эффект, потому что этот наш сок кденга в такой комбинации расценивается как природный антибиотик. Не забывайте, что вот этому соку по силе справится даже с такой могучей бактерией, как хиливактор пилори. Это очень важно при заболеваниях желудка и кишечника, потому что по последним данным язвенную болезнь желудка и раки желудка провоцируют именно вот эта бактерия, хиликобактер пилори, да? И вот этот вот наш сок, наш продукт прекрасно противодействует этим всем проблемам. Поэтому заболевания кишечника, заболевания желудка, заболевания ротовой полосы, в том числе, что слизистая, это весь пищеварительный тракт, легко коррегируется приемом нашего сока кденга. Клетчатка очень мягкая, да? Это мякоть наших фруктов. Прекрасный адсорбент, то есть любая интоксикация, введение шлаков и токсинов. Мягкая клетчатка, поэтому детям можно рекомендовать рекомендовать прием с двухлетнего возраста. Прекрасно восстанавливает функции желудка и кишечника, повышает барьерную функцию кишечника, да? Наш кишечник, наши органы пищеварительной секреции – это барьер между организмом и внешней средой. Затем в нашем соке кденга есть фитонутриенты. Фито – это растения, нутриенты, питательные для организма вещества, витамины и минералы. Что делают фитонутриенты в нашем организме? Вымывают шлаки и токсины, то есть ядовитые вещества. Предотвращает повреждения свободными радикалами. Поддерживает содержание некоторых гормонов, таких как эстроген, на оптимальном уровне. Это очень важно для женщин, потому что эстрогены, гормоны у женщин – это наше здоровье. Когда они в норме, здоровье у женщин в порядке. Что к ним, к фитонутриентам относится? К сантоны – это класс природных фенольных соединений, имеющих желтую окраску. Катехины, проантоцианиды и полисахариды. Все они обладают кардиотоническим действием, георетическим действием, желчегонным, психотропным, улучшающим функции иммунной системы, противоопухолевым действием, противотуберкулезным действием, заживляющим свойствам. Именно в кожуре мангостина, перикарпе, содержится до 14% катехинов, которые обладают очень высокой биологической активностью. И они регулируют проницаемость мембран капилляров, то есть мелких сосудиков, то есть мелких стен. Это очень важно при лечении проблем с мелкими сосудами, такими как варикозные заболевания и т.д. Проантоцианиды – это тоже антиоксиданты группа флавоноидов. Они имеют широчейший спектр действия. Те же шлаки и токсины их выведения. Стабилизация клеточных мембран, улучшение кровообращения, то есть улучшение реологических свойств крови. Затем снимает артритическое воспаление, суставы и суставные боли. Затем при применении нашего сока повышается устойчивость к нагрузкам. И, как я вам уже говорила, что наш сок Дзенго способствует улучшению именно функций иммунной системы. И почему мы раньше говорили, наш сок Дзенго – это 44 проблемы, одно решение. Опять же, я вам уже сегодня объяснила, что многие проблемы, многие заболевания имеют одни и те же причины, то есть отнесение свободными радикалами и хроническое воспаление. Поэтому уже не кажется странным, что один фрукт мангостин справляется с таким большим количеством заболеваний. Но не забывайте о том, что при приеме сока к Дзенго рекомендуется вводный режим его соблюдения. Почему? Потому что при приеме мангостин является натуральным средством, продуктом, который проводит детоксикацию организма. То есть любая интоксикация, микоментозная, вирусная, микробная и так далее, чем сопровождается, то есть большими проблемами. Когда мы принимаем сок Дзенго и не даем водного изжима достаточного, может быть ухудшение. Появится, может быть, головная боль, слабость, потливость, сбой в работе желудка и кишечника, может даже появиться сыпь на коже. Это уходят токсины. Для чего нужна вода? Вода нужна для того, чтобы вывести все шлаки, токсины из организма и предотвратить их повторное всасывание. То есть мангостин сравним с мылом, которым нужно очень много воды, для того, чтобы проявить свои очистительные свойства. Вот я вам сказала о таких больших достоинствах нашего сока Дзенго, но все равно не забывайте, что сок Дзенго – это не лекарственный продукт. Он не может и не должен заменять традиционные методы лечения тяжелых заболеваний. Просто у нас уже есть очень много доказательств того, что он укрепляет иммунную систему, повышает энергию и жизненный тонус, нормализует и укрепляет и подобная говетерия. Это сок линии грации, потому что он регулирует обменные процессы в организме. Затем нормализует наш сок Дзенго функции центральной нервной системы и сердечной, и сосудистой системы. Хорошее пищеварение поддерживает, оказывает омолаживающие действия, приостанавливает развитие таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона. Болезнь Альцгеймера – это вообще болезнь цивилизации, то есть болезнь 21 века. Это того, чего не было раньше. Наш сок Дзенго улучшает зрение, улучшает память и умственную деятельность. Это предотвращает и приостанавливает развитие раковых и других опухолей. Я вам уже объяснила, почему, для чего. Потому что мы улучшаем функции иммунной системы, то есть мы распознаем мутировавшую клетку нашего организма. Но опять же, повторяю, это не лекарство. Это уникальная, натуральная возможность оказать профилактическое и лечебно-оздоровительное свойства нашему организму. Дальше. Что мы еще имеем? Мы знаем, что до того, как появился сок резерва, мы употребляли сок Дзенго. Затем наша компания, следя за легендарным продуктом соком Дзенго, компания представила нам новый продукт, новую разработку овости здоровья. И это наш удивительный сок резерва, Ксанго резерва. Как и сок Дзенго, Ксанго резерва тоже изготовлен в соответствии с высочайшими стандартами качества. То есть, в уникальном составе сока Ксанго резерва содержится на 20% больше сока Мангостина и больше ксантонов, чем в обычном соке Ксанго. То есть, в дополнение к этому, использование инновационных технологий при производстве сока Ксанго резерва позволило добиться большей мягкости текстуры и вкуса по сравнению с обычным соком Ксанго. То есть, он стал более таким вот многокомпонентным и изысканным. Уникальный процесс его производства раскрывает удивительный состав Мангостина. И в это время, как добавление других фруктовых соков, обеспечивает превосходный вкусовой баланс. То есть, вкус нашего сока Ксанго резерва немножечко другой. Он более изысканный и более утонченный. То есть, сейчас в нашем есть резерве более концентрированная составляющая сока Ксанго резерва. Все применение его такое же, как обычный сок Ксанго. Дальше. Наша компания представила уникальную разработку. Это уникальная разработка наш продукт Precise Detox. Для чего он нам нужен? Когда мы, допустим, говорим, я опять же повторяю свою фразу, когда мы чувствуем, что в нашем организме что-то не так, да? Вроде бы мы не болеем, но сил как будто бы меньше, и любимая работа, любимая еда не радует. Почему это все? Здесь может быть много-много ответов, но чаще всего это сигнал нашему организму о том, что в нашем организме скатилось много шлака, много токсинов, появилась утомляемость. То есть, пришло время для очищения организма. Зачем нужно очищение? Опять же повторяю, для того, чтобы вы больше усвоили, наверное, да? Дело в том, что мы живем долгие годы в неважных экологических условиях. То есть, едим неважную еду, полуфабрикаты, да? Бешим неважным воздухом. Затем загрязнение воздуха, выхлопы газа, промышленные предприятия и так далее превышает принятые допустимые нормы безопасности. И это вызывает многие дыхательные проблемы, в частности, и у детей, да? То есть, мы сейчас живем в крупных городах, то есть, мы сейчас подвержены урбанизации. И поэтому дыхательные проблемы встречаются 50 раз чаще, чем, допустим, в других регионах, в сельских регионах. Поэтому наш организм не в силах справиться с таким грузом балластных веществ, и со временем они начинают откладываться на стенках сосудов, внутри суставных суммах, в почках, в желчном пузыре, в виде камней, шлаков и так далее. Поэтому наша компания «Кзенга» с гордостью представила новый продукт, который всем позволяет легко справиться с этой проблемой. Опять же, в нашем продукте совмещены традиции и мудрость Юго-Восточной Азии с новейшими исследованиями в сфере здоровья и питания. И «Ксамглоприсайз Детокс» очистит организм от кончиков пальцев до кончиков волос. Это уникальная формула, разработанная для того, чтобы начать очистку нашей крови, нашего кишечника, наших почек, наших органов выделения, и восстановить весь наш организм, устраняя токсины, устраняя шлаки, устраняя загрязенность. И поэтому после применения нашего уникального продукта «Ксамглоприсайз Детокс» мы почувствуем прилив энергии и вновь приобретем силы. В состав формулы этого уникального продукта входит такие полезные фитонол-ингредиенты, как сено, черника, чертополох, репени, крушина и фрукт мангостина. Поэтому, когда мы говорим о здоровье нашего организма, то мы говорим, «Присайз Детокс» – это очистка нашей очистительной системы, выделительной системы, и сок «Ксамглорезерва» – это питание каждой клеточки. Вот эта уникальная композиция, то есть прием очищающего средства и питающего средства – это залог нашего здоровья. Затем, не забывайте еще, что в нашем арсенале есть уникальная линия косметики, которая не только как средство по уходу за кожей, она еще имеет много-много лечебных характеристик. Значит, «Глимс» – интуитивная косметическая линия. Это продукт, который появился тоже после длительных разработок и методик передовых разработок специально для нашей компании, для компании «Ксенга». Значит, «Глимс» – это косметика, при пользовании которой мы питаем нашу кожу питательными веществами растительного происхождения. А также редкими чистыми субстанциями, полученными из мангостина. При применении нашей кожи, кожа приобретает свежесть и начинает просто светиться, сиять здоровьем. Значит, при разработке этой косметики был использован уникальный ингредиент – это наш биоактивный X3-комплекс «Биоактив». Сюда входят три эксклюзивных ингредиента с высоким содержанием ксантонов. И поэтому вот эта эксклюзивная косметика, она что делает? Удаляет загрязнения с нашей кожи, усиливает защитные и естественные свойства кожи, помогает коже выглядеть чище, свежее и здоровее. То есть делает кожу более здоровой. Но не забывайте о том, что у нашей косметики еще имеется большой лечебный эффект. Почему? Потому что косметика, во-первых, она гипоаллергенная, она полностью натуральная, и она работает на проблемных участках, то есть на проблемной коже. Проблемная кожа может быть при аллергических состояниях, при дерматозах, при дерматитах и так далее. То есть не забывайте, что наша продукция, наша линия косметики может помочь многим людям приобрести здоровый вид, именно здоровую кожу. И косметика Глимс, она имеет способность самонастраиваться, то есть она подстраивается под потребности любой кожи и даже нашей кожи в различные периоды времени. И чем дольше мы ею пользуемся, тем больше получаем эффект. То есть тем ингредиенты нашей продукции лучше для нас работают. Поэтому не забывайте, что наша серия косметики может улучшить общий вид человеческого, как бы вот заговорилось, то есть вид именно внешний, улучшение внешнего вида человека. Господи, уже заговорилось. Так, значит, на сегодня у меня все. Давайте, пожалуйста, вопросы. Я первый уже вопрос вижу. Клиент просит более подробно рассказать о лечении соком ксанга, лимфидем нижней конечности. Клиент смотрел фото в рекламном буклете. Спасибо. Значит, ну это имеется в виду отечный синдром, это имеется в виду отеки нижней конечности, да. Значит, лимфодема – это проблемы, связанные с лимфатическими сосудами. То есть у нас есть, вот люди все знают, что есть капилляры, да, есть вены, есть артерии, есть венулы, но еще есть и лимфатическая система. И, как бы, одним из ярких симптомов ряда заболеваний есть именно отечность нижней конечностей. То есть отеки могут быть различного характера. Отеки могут быть при заболеваниях, допустим, почек, при диабете, при ремотоидном артрите, при системной красной волчанке, да, но отеки еще бывают при пороках сердца, кардиосклерозе и так далее. Затем бывают отеки при именно венозных проблемах, да, и бывают лимфатические отеки, то есть лимфодема. То есть вот такая вот разница при всех заболеваниях. То есть отечный синдром вызывает много-много проблем. И самое такое вот длительно тяжело протекающее – это лимфатические отеки, то есть лимфодема. Здесь, значит, что получается? Может быть, даже поражается не симметрично, а какая-то одна нога. То есть бывает лимфодема первичная, лимфодема вторичная, да, и есть различные формы лимфодемы. И чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. И вот причинами могут быть самые-самые различные и рожистое воспаление, и посттравматические какие-то проблемы, и вырожденные повреждения именно лимфатических путей, то есть отсутствие клапанов в лимфатических путях. Здесь что имеется в виду при нашем соке ксенга? Проблемы эти очень сложно лечатся, очень долго лечатся. Но когда мы улучшаем именно стенку, то есть когда мы применяем сок ксенга, мы улучшаем трофику именно лимфатических сосудов. Они делаются более эластичными, укрепляется их стенка, и улучшается сама функция. То есть проникновение сквозь стенку жидкости в межтканевое пространство уменьшается, и постепенно уменьшается очечный синдром. Но при таких проблемах нужно применять сок очень долго, не менее года полтора, потому что проблема большая, там уже есть вторичные нарушения в виде нарушения именно микроциркуляции. Поэтому при извязлениях, то есть при каких-то раневых поверхностях можно применять сок ксенга и сок наружу в виде влажно-высыхающих каких-то повязок, то есть аппликаций длительно опять же, и эффект ждать через какой-то длительный период времени, потому что быстрого эффекта здесь не будет. Но поскольку лимфедема очень тяжело лечится, и есть мало лечебных продуктов, которые будут помогать, нужно использовать все ресурсы нашего сока ксенга, то есть чистить клетку, укреплять сосуды, укреплять лейкотетическую систему, и будет эффект. Но на скорый эффект не рассчитывайте. Пожалуйста, нужно принимать, будет сок очень долго, год, полтора, может быть, даже дольше. Второй вопрос. Детокс надо принимать каждый день или же через день, какие-то промежутки времени. Как правильно это делать? Что я говорю своим пациентам? Если есть проблемы с кишечником, то есть если есть запоры, то принимать нужно каждый день. Если мы принимаем средства как просто очищающие действия и проблем со стулом у человека нет, то я говорю, нужно принимать, начинать даже не с мерной ложечки, а начинать ее с четверти, с третьей, то есть с очень маленькой дозы, потому что у людей, у которых нет запоров, иногда детокс начинает слабить, люди начинают немножечко из-за этого нервничать, понимаете? Поэтому нужно сразу же уменьшать дозу. Когда идет, допустим, такая ситуация, человек принимает детокс неделю, вторую, и начинается более послабление со стулом, то есть я тогда говорю так, делайте перерыв на 2-3 дня, начинайте с очень маленькой дозы, то есть нужно подобрать оптимальную дозу для любого, каждого человека. Иногда мерной ложки бывает многовато, потому что сильно послабляется стул. А вот у кого есть запоры, то нужно давать по мерной ложечке, как мы рекомендуем. Причем при запорах нужно принимать сок не менее 3-4 месяцев, для того, чтобы был хороший эффект. Так, скажите, пожалуйста, результаты по фибромиоме. Я по поводу фибромиомы каждый раз говорю в каждой своей конференции. Наверное, или вы первый раз слышите, или же вы только зашли к конференцию. Значит, фибромиома матки – это наиболее распространенное запрокачественное заболевание женской половой сферы. И это частое обращение сейчас даже по поводу оперативных техник. Почему? Потому что фибромиомы выращивают до больших размеров, которые только подвергаются оперативному лечению. Поэтому, когда мы говорим о соке кденка, то я говорю, что вы должны четко дифференцировать, какая у вас фибромиома, какого размера, потому что если фибромиома большого размера дает клиническую симптоматику, в каком плане сдавливание соседних органов, это или мочевой пузырь, или прямая кишка, дает какие-то кровянистые, то есть дает кровотечение, то есть это симптомное течение, при большом размере ее нужно удалить. А в послеоперационном периоде пить сок кденка, тогда в послеоперационный период прекрасно восстанавливается. Когда мы говорим о фибромиомах маленьких размеров, когда мы говорим об эндометриозе, как о начальной фазе фибромиомы, тогда я говорю так, фитонутриенты нашего сока прекрасно сдерживают рост фибромиом. Почему? Потому что испытания проводились по поводу полифенолов, то есть фенольных соединений, которые содержатся в нашем соке. Также есть эти полифенолы в зеленом чае, в овощах и фруктах, но особенно в нашем соке. Полифенолы успешно стимулировали длительное уменьшение размеров фиброидных опухолей. То есть, о чем мы говорим? Долгосрочное применение, использование у женщин с небольшими фиброидными опухолями нашего сока кденка с целью предупреждения прогрессирования опухоли и развития серьезных симптомов, которые потом требуют хирургического лечения. То есть, простым языком, если маленькая фибромиома, маленькие размеры, пейте сок, будет замечательно сдерживаться. Если у вас огромные размеры фибромиомы, на сок не надитесь, проблем не будет, потому что проблема не решится. А маленькие размеры прекрасно сдерживаются приемом нашего сока кденка. Так, мне 60 лет. С октября месяца принимаю сок Пархала первое время, с января месяца повышенное давление. Смотрите, сок кденка сам по себе не дает повышения давления. Мы же говорим, что повышенное давление бывает от чего? Когда есть отложение холестерина, то есть атероспироз сосудов, когда есть проблемы с почками, и когда есть какой-то центральный генетик, атероспироз сосудов головного мозга. Мы говорим, что сок кденка снижает плохой холестерин, то есть очищает сосуды от холестериновых бляшек и таким образом улучшает сердечное давление и артериальное давление. Когда мы говорим о почках, то мы говорим, что сок кденка, вот такой его составляющий, как клюква, плюс мангостин, четко регулирует проблемы с почками, проблемы с песком, проблемы с камнями, то есть улучшает функцию почек, и тем самым, когда улучшается функция почек, то снижается почечное давление, которое тоже может быть причиной повышения давления. Поэтому сок цернга сам по себе никак не может вызывать повышенное давление. Вероятно, может быть, вы метеозависимый или какая-то проблема другая, или же нарушается водный режим. То есть что-то здесь не так, потому что сок сам по себе не дает побочных эффектов и давление повышать он не может. Так, у клиента шелушение кожи. Как в этом случае принимать сок? Значит, смотрите, когда я вам говорила о коже, я вам сказала, что наш сок прекрасно регулирует эти проблемы. Но сухость кожи, шелушение, чувство стягивания, скомфорта и изжения может быть просто как бы сезонного характера. Да, обычно это бывает в сентябре по март. Но еще причины сухости кожи могут быть, допустим, сухой горячий воздух, прием некоторых лекарств, неправноценное питание, заболевание почек, гипотериоз и так далее. То есть различные проблемы могут вызывать сухость кожи. Но еще сухость кожи вызывают такие проблемы, как гиперкератозы, то есть проблемы, которые именно дерматозы, дерматиты, гиперкератозы, то есть проблемы с самой кожей. Поэтому прием сока здесь может быть мало. Почему? Потому что при приеме сока мы улучшаем, наводняем, питаем каждую клеточку. Но вот здесь бы в этом случае лучше купить косметическую линию, потому что увлажняющая линия, особенно сыворотка и увлажняющая серия нашей косметики прекрасно лечат шелушение кожи, вот эти вот сухую кожу, проблемы с сухой кожей. А еще прекрасно было бы, если бы добавить к этой вот серии добавить масло перикарпия, то есть концентрат мангостина, то есть самую усиленную форму. И вот капельки этого масла добавлять в увлажняющую серию крема и вот смягчать все эти шелушащиеся участки кожи. Был бы идеальный вариант. То есть комбинация сок внутрь и каплическая линия наружу. Так, следующий вопрос. Добрый вечер, мой ребенок до сих пор года аллергик. Нам противопоказано все красное, морковь, томаты, буряки, даже яблоки красного цвета, соки, входящие в состав сока октанга, как раз нам запрещены, вишня, малина, клюка. Можно ли... Значит, смотрите, я... Значит, у меня есть опыт наработки с бронхиальной астмой, это раз, и с солидизацией у ребенка, это два. Вот, такие клинические хорошие результаты. В каком плане? Да, ребенку с аллергией противопоказано все оранжевое и все красное, да? Но помните, мы сказали, что мы позиционируем наш сок как гипоаллергенный. Он не вызывает аллергических реакций. Он существенно снижает аллергозы, как кожные, так и системные. То есть прием сока октанга снижает аллергическую численность организма. Он помогает при бронхиальной астме. Это тоже аллергически зависимое состояние. Но здесь вам нужно начинать принимать сок зенга в очень маленькой дозировке. До капельки на воду, допустим, 200 мл воды, капельку сока, допустим, 2-3 дня. То есть постепенно, постепенно наращивать дозу. Вам сок не противопоказан, вам сок показан, только начинайте с очень маленькой дозы. Может ли сок вылечить эндометриоз, полип, эндометрия, получится? Значит, смотрите, я про эндометриоз. Он уже сказал, что эндометриоз, прием сока октанга и традиционное лечение, да. Полип, эндометрия, сок октанга никак не может вылечить, потому что полип – это плюс ткань, это внутри эндометрия, это нужно удалять хирургическим методом. Молочница. Молочница – это дисбактериозы, значит, кандидозы, да. Что такое кандидозы, дисбактериозы? То есть кандидозы – это болезни, вызываемые дрожжеподобными грибами рода кандида. И обитают вот эти микробы рода кандида на коже, в связи с их оболочках, респираторно-желудочно-кишечного тракта, то есть они входят в состав нормальной, микрофлоры нашего организма, но их много широко, что ценены в природе, там, допустим, на фруктах, на овощах, на молочных продуктах и так далее. Но когда возникает кандидоз, молочница, то это уже внедрение грибов кандида альбиконс в ткани именно с аномальным развитием. То есть переход вот этой кандиды в дисбактериоз возникает при снижении иммунной системы, то есть защитных сил организма. Допустим, при некоторых применении каких-то препаратов длительных, глюкокортикоидов, например, иммунокорректоров и так далее, при тяжелых заболеваниях, допустим, при болезнях крови, при сахарном диабете, допустим, при повреждении слизистых оболочек, когда возникает именно молочница. Поэтому когда мы говорим, что наш сок повышает иммунную систему, повышает защитные функции организма, то есть у него есть противомикробные и антикандидозные действия. То есть молочница он вылечить местно, вернее, дисбактериоз он вылечить может, но если проблемы у вас местно и очень выражены, то добавьте к лечению традиционные методы, то есть в виде там свечей или каких-то растворов. Так, на фото лечение лимфедемы посредством наложения повязок эффекта вся темнее. Ну, вы же прекрасно должны понять, что лимфедема, я же вам повторяю, это такое большое и проблемное заболевание, поэтому от одних повязок не будет эффекта. Повязки это не обсуждается, но это дополнение к приему сока к зенго. Сок нужен внутри, нужно работать по самой проблеме изнутри. Большой размер с бромиом это какой? Больше 3 сантиметров. Так, при инсультах как помогает сок? Значит, смотрите, нервная система, то есть инсульты это инфаркт, инсульты головного мозга имеется в виду, я так понимаю. Значит, нервная система это необычайно сложная система связи, которая в норме посылает и получает огромный объем информации, да? Но она также может быть подвержена и болезням, и повреждениям. И вот, когда идет разрушение миелина в нервных волоках, да, после инсульта или же инфарта, то есть кровозлияния или же какой-то ишемии, то появляется много рубцов, склерозированных участков, и это причина расстройства функций нервной системы. Поэтому сок помогает при инсультах каким образом? Постепенно рассасывает рубцовые, склерозированные участки. Но обычно при инсультах проблемы большие, проблемы тяжелые, поэтому здесь нужно принимать сок очень долго, длительно не менее полугода, тогда будет эффект. Постепенное рассасывание рубцовых участков, склерозированных участков, улучшение трофики тканей, улучшение именно функционирования самих нервных волокон, улучшение функционирования мелких сосудов и улучшение качества жизни. Субтитры создавал DimaTorzok